Здравствуй, дорогой подписчик! Сегодня я расскажу тебе про новинку 2020 года, а именно от компании Sock вышла новая моделька Pentagon, версия MK3. Поехали! Прежде чем я начну рассказывать про данную модель, предлагаю немного углубиться в историю и рассказать вам о предыдущих двух версиях данного ножа. Изначально Sock Pentagon это фиксированный кинжал, разработанный для спецподразделения полиции, который до сих пор в некоторых частях и используется. Он производился в Японии в 1990-х годах, имел обоюдоострую заточку, ну и соответственно выглядел как наконечник копья. В 2009 году модель Pentagon была переработана. Клин стал чуть шире, появились вогнутые спуски и вместо обоюдоострой заточки появилось второе серейтерное резвие, которое располагалось на обухе ножа. Конечно же все эти Пентагоны были в нашей стране холодным оружием. И специально для нас компания Sock в ограниченное количество времени выпускала модель Pentagon в исполнении без обоюдоострой заточки. Артикула наносила S14R, если кому интересно, можете посмотреть в интернете как он выглядел. Все эти вариации фиксированного на Пентагона были выполнены из стали АУС-8. Рукоятка была у них сделана из кротона с оружейной насечкой. Однако после компания Sock выпускает новую вариацию модели Pentagon, уже складную. Здесь уже используется совершенно другая сталь, VG-10 на клинке. Немножечко другой профиль клинка, поскольку это уже складной нож. Ну и соответственно у него был их запатентованный замок ArcLock. С того времени уже достаточно воды утекло и в 2020 году Sock придумала новый замок по имени XR, который является некой вариацией на тему Аксесс-Лока, когда с него спал патент. Ну и что мы получили? Мы получили Pentagon MK3, соответственно третья версия Пентагона. Сразу скажу, что Pentagon MK3 выпускается в двух цветовых решениях. Соответственно это черный клинок и зеленая рукоятка из G10. Ну или же полностью черный, соответственно с черным G10 и черным клинком. Что же из себя представляет новый Пентагон? Это очень удобная рукоять, которая практически полностью прямая. Отлично лежит в руке абсолютно любыми хватами, будь то молоточным, что фехтовальным, да даже обратным хватом. Мне даже кажется, что так он и должен использоваться. Клинок все того же типа с пирпоинт, с долом, который выполнен с двух сторон. Ну и соответственно уже совершенно другой сталью, а именно Крио CTS XHP. Об этом поговорим чуть позже. Если говорить по характеристикам, то здесь мы имеем следующие параметры. Клинок длиной 90 мм, с толщиной обухов 3 мм. Однако здесь стоит сделать небольшое отклонение. Дело в том, что клинок типа с пирпоинт на самом деле 3 мм толщиной только в самой середине или же в зоне рекаса. Только там мы имеем значение 3 мм. Все остальное немного потоньше. Сталь, как я уже сказал, CTS XHP с заявленной твердостью 59-60 единиц по шкале Роквелла. Однако при этом с Крио обработкой. Ну и покрытие клинка это нитрит титана. Если говорим по рукояти, то это 119 мм длины. Она достаточно удобная. Клипса переставляется на левую сторону. Замок типа XR-Lock абсолютно толерантен что к правшам, что к левшам. Итак, поскольку характеристики мы уже знаем, давайте по особенностям данной модели. Здесь их несколько. Первое это, конечно же, огромное количество способов открытия данного ножа. Первый это просто дернуть заплавник флипера и нож отлично вылетит. Второй. XR-Lock на подшипниках, которые здесь используются, имеет просто отличнейшую механику. И даже если мы просто отожмем данный замок вот таким образом, клинок освобождается и мы можем его выбросить. Уже два способа. Дальше в ход идет двусторонний шпенек. Что средним пальцем нож отлично выбрасывается, что большим. Дальше поговорим про очень интересный момент, который я про себя назвал от заточника. Дело в том, что компания SOC проточила здесь кромку, то есть основную, и слегка сделала проточку на обухе, которая еле-еле доходит до значения в один сантиметр. Поверьте мне, точить это будет не очень просто, если вы хотите красиво симметрично заточенный нож. Однако данный аспект очень помогает ножу что-либо колоть. Не важно что, будь то бутылка, пакет, все что угодно. Колит он оки-зверь. В этом можете не сомневаться. Что же означает криообработка на сталях? В первую очередь криообработка служит для того, чтобы поднять пластичность железа. Дело вот каким образом обстоит. Если мы заколили ту же самую сетей с XHP на 63-65 единиц и переточили на мелкий угол, примерно 15 на сторону, ну или что-то типа того, то, скорее всего, эта сталь уже начнет подскалываться на таких углах. Однако, если мы при термообработке выполнили крио, то пластичность железа повысилась. Соответственно, на таких значениях, именно 63-65 единиц по шкале Роквелла, металл уже не будет скалываться, а просто будет чуть более заминаться. Также у ножа очень интересная проволочная клипса, которая имеет интересный способ посадки. Такой иногда встречался на ножах от компании Spyderco, однако прижимной винт там был намного меньше. Садится на карман она просто отлично, также отлично с него снимается, поскольку G10, именно из этого материала выполнены накладки и бэкспейсер, очень хорошо цепляют палец, благодаря насечкам в форме ромбиков. Давайте же немного подытожим по ножу. Что получилось у компании Sock? На мой взгляд, у компании получился достаточно интересный складной кинжалой. Хоть он и весьма специфический, однако, обладает огромнейшей харизмой, и я уверен, что он точно найдет своего покупателя. Может быть, в каких-то странах его даже возьмут на постоянное вооружение полиции, как и задумывался его прародитель. Ну а у меня на этом все, дорогие друзья, спасибо вам за просмотр. Если понравился обзор, прожмите кнопку лайка, вам это сделать несложно, а нам будет приятно. Ну и оставляйте, конечно же, комментарии по поводу данной новинки. А я на этом моменте с вами прощаюсь, всем до скорого! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok